Всем привет! С вами Факот, и сегодня я расскажу вам об игре Виндиктус Мобиноги Хероус. Данный проект является моим наилюбимейшим, поэтому я уделю ему особое внимание. Сразу коротко о сюжете. Сюжет заключается в том, что мы попадаем в древние кельтские мифологии, когда существовали такие наемники, которые убивали всех и вся во имя добра и света, спасали людей и изничтожали монстров, и именно мы выступаем в их роли. Перед собой вы видите различные классы. Я не буду вдаваться в подробности, вы все это сможете сами опробовать, я уверен, вам понравится. Но сразу скажу, в игре присутствует танк, бафер, ну и дамагер, собственно, дамагеров большее количество. Танк, это Фиона, этот класс использует одноручный меч, одноручную дубину, тяжелый щит и малый щит. Следующий у нас идет Корок, это невозмутимый, огромный человек, который крушит все на своем пути, убивает, бьет об стены головой, хватает боссов и так далее, ломает им конечности. Использует в основном огромную дубину, либо кастеты в виде вооружения. Следующий класс у нас новый, это очень интересный класс, выпустился он достаточно недавно, это Велла. Использует она, как ни странно, парные мечи, но что самое удивительное, это новое вооружение, которое нигде я не встречал ранее. Это цепи. Цепи, прикрученные к ее рукам, которые она крутит вокруг себя, хватает противников, душит их и так далее. Это на самом деле очень удивительно, потому что когда вы попробуете, вам это определенно понравится. Следующий класс у нас Лан, это обычный боец с парными мечами, использует либо два одноручных меча, либо два копья. Ну копья эти разделенные, он может их соединить и крутиться с ними и так далее. Следующий класс у нас Иви, это маг, как таковой в этой игре, использует темную магию и магию стихий. Темная магия появляется на более поздних этапах игры, на ранней же магии стихий. Это огонь, вода и лед, ну электричество. Эти стихии она использует в зависимости от ситуации, является саппортом в игре, потому что она, единственный класс, может призывать очень мощного помощника. Это голем. Огромный голем, который может отвлекать боссов и наносить достаточно неплохой урон. Помимо этого призывает Виспа, ну это маленькое такое создание, круглое, которое летает там до сям. Но это не так важно. Последний класс у нас, это Кай, это лучник в данной игре, появился тоже сравнительно недавно. Использует короткий, длинный лук и еще использует арбалет. Сейчас многие используют арбалет, потому что он действительно выглядит очень мощно, очень красиво и наносит огромный урон. Итого мы имеем трех дамагеров, одного саппорта, одного полутанка и танка. Сейчас мы сыграем за Кая, за уже созданного мной персонажа. Вернемся на страничку персонажей. Это, кстати, сервер Европы. Я создал аккаунт сравнительно недавно, вчера, и начал уже играть. Почему на Европе? Потому что хотелось посмотреть, что здесь и как, как здесь развивается игра, и скажу вам, достаточно неплохо. Сейчас я буду рассказать вам о нюансах игры, о их интересностях и так далее. Сразу скажу, что эта игра удивила многих в 2009. На самом деле не прорисовка, это настоящее движение людей. То есть люди делали эти движения, это все записывалось, 3D моделировалось и было выставлено в игру. На самом деле это очень удивительный фактор, потому что это была практически первая игра, у которой появились такие возможности. Фпс у меня может слегка проседать, потому что я сейчас в четвертом канале. Если вы захотите сменить канал из-за того, что у вас как-то глючит, тормозит что-то, или вы просто не любите большое скопление людей, вы берете и меняете канал в правом верхнем углу. Всего у нас 200 каналов, меняйте не хочу. Давайте перейдем на какой-нибудь 199, чтобы было поменьше людей. Надеюсь, что вообще никого не будет. Сейчас все личности пропали, да. Итак, о нюансах игры. Игра эта MMO Slasher является единственным, можно сказать, проектом, который так себя смог самореализовать. Чем-то похож на Neverwinter, на обзор, который я делал не так давно, но это все-таки не он. Neverwinter побольше даже свободного передвижения. Собственно, мы выступаем в роли багровых клинков, наемников, которые убивают всех и вся. Перед нами различные здания, аукцион и просто люди, животные, которые ходят в этой деревне. Вы появляетесь здесь первым уровнем, и сразу же у некоторых зданий у вас появляются восклицательные знаки. Это надпись того, что вам следует взять квест. Когда вы заходите туда, например, сейчас мы прибежим в персонары Outpost, у нас пойдет маленький загрузочный экран, и вот, собственно, это здание. В этих зданиях вы берете квесты, у вас у персонажей будут ставить восклицательные знаки. Когда вы будете это делать, у вас будет разговор, вы в этом разговоре не участвуете, вам просто дают задание, ну и, собственно, за вас происходят определенные действия, которые прописаны уже заранее сюжетом. Вы разговариваете, разговариваете, берете квесты различные, можете читать лор, это очень интересно, потому что вообще Моби Ноги Хироуза очень интересный сюжет. И, собственно, взяв квест, вы отправляетесь в доки. В доках, собственно, и происходят все ваши активные участия. То есть вы идете в доки, у вас тут стоят корабли, и переходите в батл-квест. У вас появляется такая мини-карта, да, у меня вот уже, не знаю, 14 уровень, поэтому у меня открыты некоторые зоны. У вас будут открыты все, когда вы будете прокачиваться и будете 80-го, допустим, уровня. В такой маленькой карте вы выбираете локацию, в которой хотите свершить свои добрые деяния и выбираете, собственно, данж, в который вы хотите пойти. О данже я вам расскажу попозже чуть-чуть, я, собственно, посещу один данж, и все вы там увидите. Вернемся из доков, зайдем в деревню. В деревне много зданий, в каждом вы можете найти то, что вам нужно. Первое, это не здание, это аукцион. То есть вы подходите к аукциону, у вас появляется такое окошко, и в этом окошке вы можете купить ту или иную вещь. То есть вы, например, не вбивая ничего, просто даете поиск, и находите по названию или по цене вещь, которая вам нужна. Но это, как и в любой другой ММО, присутствует. Дальше идет кузница. В кузнице вы можете крафтить доспехи, в кузнице вы можете чиниться и улучшать доспехи. И здесь все происходит так же. В текстовом режиме берутся квесты, и торг осуществляется методом тыка в левом верхнем углу. Собственно, починка осуществляется так же. Например, вот мы починили сейчас. Покидаем это место, идем дальше. Ваше основное пребывание будет в Mercenary Outpost, потому что в основном квесты бываются там. Хотя каждое здание придется посетить и не по одному разу. Потом у нас идет travel shop, там все то же самое. Тоже крафт вещей, тоже продажа. Magic Laboratory, там у нас покупка зелий, тоже крафт зелий и тому подобное. General Store это просто магазин, где вы можете встретить множество предметов, которые пригодятся вам в будущем в игре. Итак, коротко пройдясь по всем вот этим зданиям, мы уже посмотрели всю локацию. Эта локация не единственная. На более высших этапах игры вы сможете посетить огромный город Рошель, в котором сможете прокачиваться дальше. Первая деревня, она всего лишь стартовая. Коротко о нюансах типу скиллов. Скиллы здесь это настоящая запара, я бы вам сказал. Потому что, когда вы получаете уровень, он ничего не стоит. Вот я 15 уровень, собственно. Он ничего не стоит, потому что он вам ничего не дает. Помимо того, что у вас немножко прибавляются характеристики, навыки, вам придется покупать самому и прокачивать самому. Но не за уровень, а за AP поинты, которые вы будете набивать, проходя те или иные данжи. Пройдя данж, вы получали AP поинтс и можете их потратить. Например, недавно я прошел данж, получил 30 AP поинтов. И тут написано, если я хочу приобрести данное умение, мне выдается даже видеоролик, выдается, как это умение осуществить. Выбрав его, я нажимаю max, например, или вложить всего 10 AP, и прокачаю до следующего уровня. Так и прокачиваются различные умения. Но для чего нужен уровень? Уровень вам открывает эти самые умения. То есть, например, если для меня сейчас открыто только несколько, например, вот такой вот сильный выстрел, который рикошетит, то для меня совершенно пока закрыто данное умение с большим луком. Выстрел в ногу, потеря равновесия и так далее. Только для этого и нужен уровень. Ну и, естественно, для экипировки и многого другого. Собственно, со скиллами мы закончили. Так вы здесь прокачиваете скиллы. Помимо активных умений у вас будут пассивки по типу силы, интеллекта, ношения брони и так далее. В игре присутствует, кстати, и рыбалка, что для многих может быть очень актуально и интересно. Рыбалку вы посетить сможете, если пойдете направо от доков. Следующий очень интересный пункт, это, пожалуй, сил. Силы это различные печати, которые вы можете получать за участие в ПВП. Да, ПВП здесь имеется. Многие назовут эту игру корейской гриндилкой. И, конечно, они будут, безусловно, правы. Основная наша цель это в том, чтобы убить как можно больше различных монстров, боссов и просто ужасных созданий, которые вредят этому миру. Но, в чем, собственно, минус? Люди могут быть неправы в том, что данные боссы здесь очень интересны. Они действительно вызывают сложность. Действительно, их приходится долго убивать. И действительно, они имеют искусственный интеллект. То есть, большинство боссов применяют различные умения в зависимости от ситуации. Это, пожалуй, очень удивительно. То есть, они не просто рандомом фигачат одни и те же свои скиллы. Они применяют их в зависимости от того, как мы совершаем то или иное действие. В практике я вам покажу, как это все выглядит. Расскажу, и вы сами все увидите. У нас будет пробный поход в данж. В игре присутствует трансформация. Что такое трансформация? Об этом я скажу уже в конце. Сейчас мы сходим в один из данжа. Приблизительно, где находится у нас босс. Я выберу самого такого. Когда мы нажимаем просмотр окна. Выбор места, где мы будем совершать свои добрые дела. Мы можем выбрать, что именно мы будем делать в этом месте. Мы можем поставить сложность. То есть, Normal, Hard и Hero. Hero мод присутствует вроде только после 50 уровня. Ну, по крайней мере, на Америке было так. Hard доступен сразу же с первого, как и Normal. На Hard все намного сложнее. Босс может убить вас из-за ваншотить и так далее. Здесь вы выбираете деяния. Например, пройдете в соло, в одиночку. Вам дадутся определенные 25 очков. То есть, например, чтобы приступить к вот этому походу на 17 уровень в Red Ruins, мне нужен не только 17 уровень. Мне нужно еще и пройти предыдущие испытания на 100 очков, например. Видите, тут 120, а мне нужно 100 набрать. Вот для того, чтобы набрать 100, вы выбираете для себя, собственно, это деяние. Я выберу Hard, выберу Alone и поставлю Warriors Challenge, Solo Mode. Нажимаем Create Party и будет создаваться отдельная лодка для нас. В игре присутствует кооператив. И, собственно, это самое важное. Кооператив – это очень интересная фишка и задумка авторов. Если поначалу вы сможете справляться сами, да, у вас не возникнет никаких сложностей, то потом вам по-любому пригодится помощь ваших товарищей. Вообще, в игру интересно играть вдвоем, втроем, ну и вообще в большой компании. В шестером она становится еще более интересной, потому что потом на уровнях 20-х, 30-х, 40-х и так далее будет все сложнее и сложнее. Игра далеко не легкая. Сейчас мы нажали старт. Лодка отправляется, показывает нашего персонажа. Он должен был махать ручкой, но почему-то этого не произошло. Он какой-то у меня очень унылый. Мы уходим в дальний путь. Да, кстати, когда вы создаете лодку, она всегда у вас находится такой. Вы можете там потренироваться, попробовать свои новые скины и так далее. Пойдет загрузочный экран, несколько советов. Сейчас нас закинуло уже в данж. Идем сразу по локациям. Вы появляетесь в подобных локациях, которые вы обязаны пройти, чтобы дойти до босса. Босс будет приблизительно до таких же локаций в зависимости от того, большой он или нет. И в зависимости от того, в какую именно локацию вы пошли. Например, у меня самая стандартная, первая, это развалины гнолские, да, где вы должны убивать неприятных гнолов, которые мешают людям жить. Что касается окружения в игре. Это, пожалуй, ее один из самых интересных факторов, да. Это один из самых важных плюсов. Вы можете взять любой предмет, типа вот этого кувшина, кинуть его об стену, он разобьется. Также вы можете сделать с любыми монстрами. Вы можете взять, схватить их, переломить им шею, разбить их голову об стену, то есть многое другое. В игре присутствует море кровищи, жестокости и так далее, что, в принципе, добавляет какого-то адреналина. В чем, что именно интересно? Дело в том, что игра использует движок Valve Source. Вы можете взять любой из предметов окружающих, например, вот, я не знаю, хватит мне сил, ну, мы делаем несколько иначе. Вы можете разбить вот так вот колонну, взять от нее камень и махать им как ненормальный, убить этим самым босса, убить этим самым моба, кинуть этот камень и многое-многое другое. И это считается очень интересным, потому что предметы могут попасться разные, у каждого предмета своя на силу атаки и так далее. Я, к сожалению, не могу вам особо обширно показать способности своих пустнажей, потому что начало только сейчас. И у меня нет никаких умений к нему, разве что пара выстрелов и так далее. Собственно, у него и так будет на протяжении всей игры, а это не только выстрелы и ворота. В ближний бой у Кая используется достаточно редко, то есть в большинстве случаев вы будете стрелять из арбалета и лука. Арбалет использует взрывоопасные бомбы и, ну, там, тоже взрывающиеся какие-то дротики и большое количество вообще арбалетных стрел. Более ничего. Длинный и короткий лук использует же в основном крюки, то есть вы можете соединить противников и так далее. Кстати, расскажу о дропе. Сейчас мы увидели, что над мобом написано финишинг. Это значит, что моба надо добить и из него выпадет вот такой черный комок. Нет, не кучка, ребята, это именно комок. Комок, не знаю, грязи или чего. В общем, мы должны засунуть туда руку и вытащить оттуда предмет. Тем самым мы получили предмет в свой инвентарь. Если мы нажмем А, и мы посмотрим, какой именно предмет мы получили. Над ним будет такая вкладочка New. Так мы получаем различные предметы, вытаскиваем новые доспехи, оружие из боссов, которые будут выпадать. Также оружие и доспехи вам придется крафтить. Также вам придется крафтить и различные украшения. Это достаточно интересно, потому что собрать некоторые ресурсы практически нереально. То есть боссы настолько сложные, что бывает несколько недель за ними ходишь. Ну поэтому, собственно, многие говорят, что это корейские гриндилги и так далее. Мы должны сейчас будем пройти пару локаций, чтобы дойти до босса. Мобы будут встречаться абсолютно разные, то есть по своей сложности. В первой локации у вас ни один монстр не вызовет никаких либо трудностей, вы будете убивать их достаточно быстро. Вот опять видите, финишинг. Вы будете убивать их достаточно быстро, и они просто будут казаться вам ничем. В игре присутствует уборот, это shift, и прыжок, это пробел. То есть все достаточно стандартно. Вы можете подставить под себя так, как вы хотите. Нет, это не босс, мы видим хп сверху. Это, к сожалению, до сих пор еще не босс. Это полубосс, которого мы обязаны убить. Убивая его, мы проходим на следующий этап. Полубосс тоже пишется с... Полубосс тоже пишется с хп сверху. Собственно, это его и отделяет от обычных мобов. Убивая его, мы тоже имеем возможность, шанс получить редкие доспехи или оружие, да, и так далее. Ну, и различные ресурсы. Сейчас мы обязательно добиваем его и подбираем сразу три предмета. Попасться можно всего что угодно. Собираем. Коротко расскажу пока о крафте. Крафт в игре присутствует, безусловно. Но присутствует он таким необычным образом. Дело в том, что мы, конечно, не ходим по огромному миру, который нас окружает, да. Потому что его тут просто нет. Мы ходим по локациям и можем встретить такие залежи по типу руды. Я не знаю, сейчас, может быть, увидим в этой локации. Если мы кинем туда бомбу, оттуда выпадет айрон ор. Например, айрон ор. Потом будет голд ор и так далее. То есть, различные типы руды. С помощью этой руды мы и крафтим доспехи и так далее. Но помимо того, что нам нужна руда, нам понадобятся еще части, эссенции и так далее. Все это придется выбивать с боссов. И это выбить куда сложнее. Ну, на самом деле, я просто покупаю на аукционе, потому что терпения не хватает. Сейчас будет маленький заставочный экран и битва с боссом. Играю я на харде, чего многим пока не советую. Дело в том, что, когда я первый раз пришел к этому боссу на харде, только не за кая, мне было очень тяжело. Я слился раз 10 или раз 7. Но я тогда еще играл на Америке. Там хард не такой, как на Европе. Там даже хп не пишется сверху. То есть, мы не знаем, когда босс умрет. И если он попадет вот такой вот дубиной, как он сделал только что, по своим же друзьям, то это будет определенно ваншот. И знаете, там когда-нибудь бьешь, бьешь его, бьешь, и он не умирает. И вот ты получаешь от него ваншот, а ты даже не знаешь, убил ты его почти или не убил, или был ты рядом. И там все очень печально. Дело в том, что на харде дается на 30% больше опыта и голды. Ну и вообще это более интересно. На нормале же просто все достаточно просто. И убивается он быстро. Сейчас попробуем кинуть камень и сразу... Да, мы успели кинуть камень и, как видите, босс оглушился. Вот когда босс оглушился, пользуйтесь этим и бейте его как ненормальный. Потому что это единственная ваша возможность убить его. Помимо обычного основного оружия в игре, мы можем использовать копья и можем использовать гарпуны и бомбы. Копья мы можем применять практически всегда. У нас их в всем наборе. Активируются они клавиши F. Их надо отдельно покупать в магазинах. Они просто наносят урон и помогают оглушить боссу, что немаловажно. Пока мы с ним деремся, я расскажу вам о стамине. Стамина она сверху, прямо над персонажем. Мы видим красную полоску, как вы догадались, это здоровье. Зеленая полоска. Отличает за стамину. В чем трудности стамины? У многих классов разные трудности. Например, если Кай постоянно стреляет, у него тратится стамина. И если она закончится до конца... Вот сейчас, что сейчас и пройдет, я хочу, чтобы она до конца закончилась. Наш персонаж начинает тормозить, он медленно идет и имеет отдышку. Это может вас погубить. Сейчас в таких данжах это, конечно, все не страшно. Но когда вы будете на более высоких уровнях, и когда монстр может убить вас с одного удара, это все очень печально. Всегда следите за своей стаминой и не доводите ее до конца. Оставляйте хотя бы треть, чтобы спокойно убежать до предстоящего вас босса. Сейчас был такой необычный момент, босс схватился за голову. Дело в том, что у каждого босса есть свои особенности. То есть, если мы стреляем постоянно ему в голову, например, шлем, который у него так выражается, мы можем его просто-напросто сбить. Сбив шлем, он потеряет его... О, получилось, да. Я ему сбил ими шлем, видите, он потерял свой шлем. И теперь я могу отдельно подобрать его шлем. То есть, я могу потом его на себе просто-напросто напялить. И так, у босса можно лишить даже оружие. Есть боссы, которых, если стреляешь по рукам, там, да, у него выпадает, например, одноручный меч. У него атаки, например, визуализация атак немного меняется. Соответственно, что поможет вам, например, лишить его преимущества. Почему так просто сейчас все происходит, даже на хард? Дело в том, что я играю за Кая, если бы вы играли за Карока, за Лана или вообще за другие классы, у которых меньше радиус атаки, это было бы очень сложно. Вам бы приходилось постоянно контактировать с боссом. И это, на самом деле, огромная сложность. Потому что... Давайте добьем его красиво. Потому что вы можете попасть практически под любую его атаку. Мы не видели половину, половину визуализации его движений из-за того, что я находился далеко. Когда мы близко, босс еще совершает некоторые пинки, может схватить вас, там, ударить необычно, как-то, и так далее. Кстати, когда вы убиваете босса, вам показывается парочка скриншотов, которые вы можете сохранить. И честно, получается иногда, да, очень даже недурные, красивые скриншоты. Есть чем похвастаться. Вы собираете, как всегда, дроп с убитого вами босса. Радуетесь, безусловно. И у вас появляется батл-клерт. Появляется на какой уровень вы закончили, собственно, свою битву. Закончив ее, вы нажимаете Next Page. У вас появляется большая статистика, которая рассказывает, безусловно, практически все. Все, что вы сделали. Каждое ваше движение рассказывается. И тут вы нажимаете Save Screenshot, либо Close. Если Close, вы можете добрать предметы, которые остались валяться. И через Escape возвращаетесь в город. Опять пойдет загрузочный экран, мы появимся в док. Собственно, вот вам обычный, стандартный поход в данж. Больше я не буду снимать поход в данж. Следующий обзор, я думаю, я смогу застать. Либо сразу пойду в рейд на 20 человек. Я не помню сейчас, какие рейды большие. По крайней мере, на Америке были большие. Что я сразу скажу вам. Вы можете воскрешать своих товарищей, можете помогать им встать и так далее. То есть, ну, различные все эти нюансы и плюсы я расскажу вам во втором обзоре. Который посвящен именно кооперативу. Последнее, что я хочу вам сказать. В игре присутствуют две очень интересные вещи. Первая, это титулы. То есть, титулы здесь не такие. Вы, конечно, сделаете определенное деяние и не просто поставите себе титул. То есть, вас будут называть, например, бриллиантовое сердце, бла-бла-бла или меч наемника и так далее. Получив тот или иной титул, вы получите, например, плюс 5 агилити, плюс 5 интеллекта и плюс 6 силы. Ну, например, плюс 5 ловкости, плюс 5 интеллекта и силы. Все эти статы не просто ставятся на вас, когда вы активируете эффект. Эти статы навсегда даются вам. То есть, персонаж считается сильным тогда, когда у него сделаны практически все титулы. Данный персонаж вообще неуязвим, можно сказать. То есть, ваша задача не просто поставить себе титул. Ваша задача заработать этот титул. И тогда он будет засчитываться вам в общую вашу статистику. То есть, не надо ради одного дурацкого статуса, который вы выставите и просто прибавить вам разово плюс 5 интеллекту, 1 к силе и так далее. Нет, у вас все статы будут суммироваться от всех титулов. И вы будете становиться сильнее. Вот это и интересно. Не придется сидеть и кроптеть, как в других гриндилках, только ради того, чтобы у вас был классный статус с классной статистикой. Нет, здесь такого абсолютно нет. Ну, и последнее, это, безусловно, трансформация. Трансформация в демона или трансформация в ангела. А если по-нормальному говорить, то это паладин и темный паладин. Ну, буду выражаться так. Открывается она с 40 уровня. Я, может, покажу в следующем обзоре на других персонажах на Америке, где у меня более высокоуровневые персонажи. Там вы увидите трансформацию. Трансформация своей скиллы. На самом деле, мы можем даже глянуть ее сейчас. Да, Dark Knight. Она происходит примерно так. Вы трансформируетесь в какого-то неуязвимого чувака, который крушит все на своем пути. Ну, Кайя, она не такая интересная. То есть, вот трансформация второго уровня. Когда вы ее приобретете, у вас будут новые умения. То есть, они будут отличаться от тех, которые вы имеете. Сейчас у вас будут немного другие атаки и так далее. Помимо темного, безусловно, имеем паладина. Первая трансформация, да, она открывается с 40 уровня. Вы можете там бить всячески врагов различными умениями, которые ранее не были виданы вам. Кого вам выбрать, темного или светлого, это уже в зависимости от вашего желания. Светлое это, конечно, больше хп, темное это больше урона. Итак, я думаю, что я обо всем вам вкратце рассказал. Система крафта, вы с ней разберетесь. Потому что она не такая сложная из-за того, что здесь отсутствует такой RPG-шный мир. Это все-таки MMO-слэшер. Здесь не приходится бегать по огромным локациям, да, и собирать листики да травку. Хотя, есть здесь некоторые места, где придется это делать. Посетите рыбалку, посетите батл-квесты первые, да, и скажите, понравилось вам или нет. Но на самом деле, я вам честно скажу, данная игра стоящая и, безусловно, она многим понравится. Особенно многим любителям экшена. Здесь его море. И не забывайте, что на самом деле это все не прорисовка, это движение настоящих людей, которые сидели и трудились над данным проектом. Не забываем то, что такая маленькая... Вкратце расскажу, что присутствует еще и гильдия, да. То есть, объединяйтесь с гильдией. И русскоязычных кланов здесь предостаточно. Вам всегда помогут, расскажут и объясняют. В прошлом обзоре я скинул пару ссылочек под видео, где есть фан-сайт. Через него вы можете найти всю нужную вам информацию. Всем спасибо. Я думаю, что на сегодня хватит. В следующем обзоре будет кооператив. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, комментируйте по делу желательно. Или просто оценивайте. И смотрите дальше наше видео. Спасибо. С вами был Факот. Всего доброго. Всем пока.